здравствуйте дорогие друзья с вами снова елена как всегда в начале видео до нескудеет рукодающий возвращаю благодать тем кто позаботился обо мне участвовал дружественной поддержки моего канала желаю вам всякого благополучия пусть у вас как говорится откроется все денежные потоки все будет замечательно и пусть вам сопутствует удача но мы с вами непосредственно перейдем к слову мы говорили об удаче поэтому данном случае и и видео у меня сегодня запланировано как запрограммировать удачу так чтобы она действительно мимо вас не прошла и тут все находится дорогие мои друзья на энергетическом уровне мы с вами уже со всех сторон заходили к энергетике со стороны стресса который может выбивать нас из колеи и один из как способов стресса это все время делать что-то позитивно заставлять свой организм переключиться с негативным на позитивный чтобы выйти из негатива система сообщающихся сосудов как только с негативом вы поборетесь и подмените его негативом тем самым вы запрограммируете вокруг себя события совсем другого толка события успешности благополучия счастья любовных взаимоотношений сексуальных встреч и так далее поэтому негатива своей души находиться в большом количестве позволять нельзя стараться все-таки среди плохого находить хорошие этим хорошим подменять ситуацию тогда и стрессы мимо вас пройдут потому что по большому счету если разобраться мысли материальные я уже говорила и повторюсь еще раз почему хорошие сбывается редко а почему плохое сбывается часто вопрос только в том насколько мы зависим от от тех мыслей которые все время вращаемся на голове хорошее а мы ему не доверяем и как бы его пожелали и на этом дело все заканчивается прилагать к этому усилия и прочее мы как бы имеем ввиду но только мимоходом а вот то чего мы боимся то чего мы остерегаемся мы это постоянно вынашиваем души вынашиваем вынашиваем думаем 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 результат наших мыслей вводит прекрасный момент то чего мы боялись то и случается то он говорит на каркале еще там чего-то еще чего-то а ведь вы просто запускайте механизм визуализации того о чем думать практика собственно говоря психологическая аюрведическая практика аутотренингов она гласит и приводит тому человека что что посеешь что и пожнешь о чем думаешь что и получаешь поэтому данном случае сразу вам хочу сказать мысли это оружие достаточно страшно особенно в том случае если вы думаете о плохом так вот с этой а с этого дня вы начинаете думать только о хорошем представляете себя успешным человеком человеком находящимся в добросердечном прекрасном обществе где вас ценят любят понимает где собственно говоря у вас все получается скажите эта фантазия и не имеет ничего никакого отношения к реальности а вы создавайте эту реальность вы должны визуализировать то о чем думать один прекрасный момент мы с вами уже проводили разговор про карту желания кстати дорогие мои друзья коль свинка у нас уже постучалась на порог и и визит к нам достаточно еще свежий вот сейчас вот идет несколько недель помните что в китай например новый год отмечать не день а целую неделю понимаю что идет переход еще собака только с нами попрощалась еще свинка только заступает свои к своим обязанностям поэтому вы можете еще сделать то чего не сделали карту желаний мы несколько часов говорили на эту тему у меня есть такое видео но если вам не попалось мне повторить ничего не стоит тем более о хорошем можно говорить бесконечно у вас есть цепь желаний который вы дорогие мои друзья вы нашли они могут быть мелкие как какая-то мелкая покупка которая все время в маячат на горизонте но никак не может реализоваться вы хотите учиться вы хотите быть успешным вы хотите сесть какую-то поездку вообще хотите чтобы у вас было всего и много и так эти хотелки никаким образом не могут струнуться с мертвой точки значит тут мы понятное дело карта желаний нам в тему ее можно делать по схеме фэн-шуй когда есть сектора богатства семьи и так далее некоторые точечно размещают картинки которые вырезают в определенные сектора но это уже слишком подход хотя если он вас в общем-то вдохновляет можете пользоваться я же свои карта желаний клею произвольно порядке главное чтобы у меня был лист картона я его вырезаю с обыкновенной коробки там не нужен спец картон вопрос в том что не важно то что вы клеите важно то что вы в этот момент думаете карта желаний это самый легкий способ визуализировать то что вы мечтаете и вывести его из категории просто мимолетных мыслей категории реализации карта желаний обычно выполняется как вот знаете мы создаем планирование мы написали себе пункты потом по очереди выполнения вычеркиваем и таким образом тешим себя что вот она реализовалась карта желаний и скучных надписей переводит вас в категорию воображаем воображаемых побед понятно ясно это вам план в красивой форме значит каким образом он делается вы думаете о своем путешествии или о возможности таковом да но вы берете толстый журнал и там видите какие-то пейзажи которые связаны там например с разными государствами какие-то красивые там отели которые вам там рекламируют и так далее вы в этот конкретно отель не поедете и в эту страну которую сейчас там так пышно рекламируют тоже не поедете но в этих картинках есть дух путешествий поэтому вы берете ножницы вырезайте это все дело и думаете о том что как было бы здорово как бы было бы замечательно и вдохновенно поехать куда-то отдохнуть с этой мыслью мажете эту картинку клеем все время думая что эта поездка принесет вам необыкновенный отдых вы почувствуете себя окрыленным вернетесь просто оздоровленным и так далее и вот на листе как картона появляется некая зона некая картинка об абстрактном путешествии который вы собираетесь поехать сейчас она абстрактная но вы начинаете потом визуализировать вы смотрите периодически на эту картинку так и слушайте собиралась путешествия что у меня для этого готова так далее там потом вдруг как-то из неожиданно кто-то пригласил что-то где-то пойдут возможности мы на энергетическом уровне начинаем визуализировать то есть это наш такой план такая наша мозаика такой наш творческий подход к этому вопросу потом вы решили быть успешным тут вам на глаза попадается какой-то например в журнале там заголовочек да как стать успешным раз вырезали ножницами намазали клеем пока мажете думаете вот я буду успешным у меня там получится я вот там запланировал кто-то то-то пусть она у меня получится вот и вы и появится возможность я это сделаю и потихоньку вот с такими мыслями там сережки приклеили пудру помаду это так сказать для красоты собственного лица вот так создается калаш он не посвящен вам а лично этот журнал из которого вы вырезаете но вы путем ассоциации которые у вас вызывают надписи картинки и прочее создаете собственную личную мечту приклеиваете и тем самым все у вас получается автомобиль бытовая техника что вам там необходимо а даже если у вас все это есть но вам хочется материального достатка то есть хлеба насущного продолжайте приклеивать те предметы которые соответствуют вашему пониманию этого благосостояния статусности которые вы себе рисуете и прочее если там на ком-то бриллиантовой сережки возьмите приклейте эти сережки это своего рода запуск а той энергетики которая у нас отвечает за богатство благосостояние я почему вернулась сейчас картам желания для того чтобы вам рассказать дорогие мои друзья без ваших усилий эта карта останется набором бумажек которые ничего не стоит и не ни к чему не обязывает но если мы говорим что мы запускаем мысли материальные то надо понимать что глядя на подобный калаш вы невольно будете стремиться к тому что вы туда запланировали и невероятным образом эти возможности у вас будут появляться появятся усилия появятся какие-то случайные моменты которые вы реализуете для того чтобы у вас это получилось проверено на собственной практике мы мечтаем о тех вещах которые для нас дороги и безусловно каким-то невероятным образом глядя на все это все время эти эти вещи запускаем размышляем сверяем что что как мы продвинулись в этом плане и когда она действительно сбывается это это чудо не без вашего участия дорогие мои друзья и все таки чудо вот таким образом программируется удача в нашей жизни по-другому не бывает ее можно программировать по-разному вот вы хотите чтобы у вас в доме была благодать счастье и и все замечательно достаточно обзавестись подковой да но причем вот подкова да если думать уже совсем напрямую да тогда еще осталось коня приобрести а с другой стороны мы знаем что подкова это символ удачи для жилища в котором вы проживаете или для автомобиля в котором вы ездите я вот например в автомобиле у меня лежит подкова вот такая вот старинная подкова с тяжеловоза учитывая что раньше лошадь было транспортное средство соответственно одно другому не противоречит на удачу подкова есть и в доме так вот дорогие мои друзья прибивается подкова или устанавливается и с другой стороны вы ее это уже не кусок железяки это для вас уже становится символом вашего благополучия и думая о нем так вы его и создаете то есть визуализируете это я вам на примере как создается удача при помощи подковы подкова сама по себе просто предмет напоминающий радугу кстати насчет вот радуги помните пожалуйста что счастливое размещение подковы это ножками вверх а отнюдь не в обратном положении ножками вверх то есть под сама дуга внизу а ножки вверх а то меня спрашивали я уж не помню отвечала или нет на всякий случай скажу всем вот такое правильное размещение подковы а поэтому в данном случае дорогие мои друзья удачу надо прочувствовать и все время о ней думать а вот бывает так что человек психологически думает вот меня сейчас уволят с работы вот меня должны уволить и так далее будьте уверены увольнение у вас уже буквально над вами повисло потому что в некотором смысле вы начинаете работать на уровне мыслей правильно мысли они же могут заскочить в голову и вашему начальнику в том числе вот вы сидите их все время радируете в эфирах да вот я я та жертва давайте меня увольнять и я уже готов я все время об этом думаю ну так ваша голова первая полетит вам кажется что я говорю какие-то мифические вещи однако же дорогие мои друзья наши мысли запускают процессы и в зависимости от того какие мысли мы имеем ввиду такие процессы мы и запускаем поэтому предлагаю голову себе забивать дорогие мои друзья самыми приятными мыслями которые только возможны вот вы например хотите похудеть да приклейте пожалуйста платье там такое все облегающие замечательно на своем коллаже почище на него смотрите да в результате этого всего вы как следствие вы должны пожелать выглядеть так как минимум у вас возникнет вопрос глядя что рядом вы приклеили мисочку с салатом откуда торчат салатные листья а не рулька например хорошо поджаренная да вот у вас там мисочка с салатом вспомните а кажется я собиралась сесть на диету да посидеть немножко под разгрузиться потом у вас там тренажер какой-то рядом приклеен ага так я наверно еще и спортом решила под заняться или что-то такое делать потом вы в свете этого идете и реализовываетесь то есть это напоминает план действий казалось бы для чего я вам это говорю дорогие мои друзья вы все полны желаниями и я полна желаниями в том числе но мы о своих желаниях вспоминаем и они у нас исчезают из головы вроде собирались что-то делать и забыли так вот благодаря той же карте желаний с картинками это все равно что планирование мы когда клеим мы уже это видим и визуализируем как существующий факт тем самым рано или поздно через энергетические потоки мы придем к мысли что пора этим заняться а когда нас эта мысль начнет снидать мы наконец-то пойдем поднимем пятую точку и наконец-то займемся таким образом мысль превратим в действие и в этой практике в этой методике я уже тогда когда рассказывала про карту желаний очень обильно я приводила пример из собственной жизни как невероятным образом решаются эти проблемы просто появляется окно возможностей и я вам точно могу сказать что помощь может прийти неожиданно со стороны родственников у вас как-то оно вдруг получится кому-то придет на ум вам помочь вы не представляете какие интересные зигзаги и моменты могут возникнуть но то что они возникнут это я вам могу гарантировать вот карта желаний обычно делается на 4 года хотя можно ее делать в преддверии каждого китайского нового года чего предлагаю китайский новый год можете делать перед нашим перед 31 часом самое главное что момент праздника когда люди миллиард вот в китае сейчас ликуются встречает новый год это выбрасывается громадная энергетика все друг другу желают счастья и удовольствия неплохо было бы свой голос просто присоединить к хору желающих друг другу счастья и благодействия на крыльях такой энергетики которая поднимается в этот момент в воздух как бы ваше пожелание больше имеет шанса быть услышанным вот почему я вам предлагаю такие вот вехи и сейчас еще не поздно и вот и до конца месяца еще не поздно создать эту карту желаний в которой вы изложите все что вы считаете нужным хотите даже напишите свои желания приклейте там символы денег символику какую-то в общем-то благоденствия копейки я клею купюры например и настоящие и сувенирные надо создать что у вас поток денежный дождь который вот не извергается на вас и глядя даже на эту картинку я вам клянусь поднимается настроение вот когда на душе совсем кошки скребут или там что-то не получается а в жизни людей разные обстоятельства бывают вот как я вам скажу да даже если когда не думаешь о плохом но плохое все равно случается потому что вот сижу я и привожу пример сижу на кухне вроде занимаюсь своими вещами на самом деле сижу и у меня какое-то предчувствие что что-то должно произойти как я не пыталась выгнать это из головы оно меня таки достало но следующий день газовый котел изволил помереть когда мы стали интересоваться почем газовый котел а на улице зима и собственно говоря мороз выяснилось что 28 тысяч гривень стоит котел это так сказать в бедной стране где нищие население но это на отдельную кухню в переводе на доллары это больше тысячи долларов значит либо замерзали либо тысячи долларов ну это же понимаете вот это жизнь и такое может быть в жизни у каждого человека правильно с другой стороны на свою карту желаний таких катаклизмов я себе не приклеивала и не желала но это бывает у любого человека правильно сказать что я не нейтрализовала беду которая на мою голову ушла но это уже впасть в полный фанатизм и мистику тут этого не скажешь но с другой стороны слава богу вы поддерживаете мой канал есть на что опереться что там зарабатываешь и так далее я заняла деньги ну а что делать замерзать что ли через два дня котел привезли и слава богу он уже стоит вышли из положения да тяжело я еще деньги должна но вышли из положения это ситуация когда человек верит что он не один я себе в карте желания написала это что я желаю не испытывать одиночество да что я среди людей что я ими поддержана вот чего я пожелала то я и получаю дорогие мои друзья и это мне не дало сейчас почувствовать себя несчастным а что делать если у тебя денег нету да у тебя сейчас замерзают батареи ты холодный голодный все конец света наступил и прочее страшно даже подумать что может быть и многие кстати дорогие мои друзья подобные катаклизмы бывают но не с котлом связаны это я свой пример вам привела так как бывает на ровном месте а некоторые же люди боятся заболеть да сидят вот я боюсь заболеть ой как я боюсь заболеть 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 видишь так и точно получилось потому что если посмотреть даже на психосоматику наших заболеваний многие болезни мы выращиваем самостоятельно своими поступками своими страхами опасениями неуверенностью в себе в результате какой-то орган у нас обязательно дает сбой такова сущность наши органы продолжение наших мыслей поэтому дорогие мои друзья мысли всякого порядка страхи опасения печали предчувствия которые вас могут обуревать боясь чего-то гоните сразу прочь обрезайте значит вот оно пришло старайтесь сразу отвлеклись там потанцуйте попрыгайте только чтобы из головы это выгнать потому что если это все начинаешь вот это вот все время ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля обязательно произойдет сразу думаете вот было бы так вот я сейчас вот например туда-сюда там подработаю и так далее вот планирую себе путешествие спланируйте его через четыре месяца себе как будто бы оно уже существует на белом свете и лучше готовьтесь как только дурь полезла в голову которая будет забивать так что у меня там с путешествием насколько я готова что я присобрала а в чем я буду это и как будто вы уже путешествуете невероятным образом сила мысли решает многие вопросы я почему вам может показаться этот разговор странным но я вам точно могу сказать что процесс запуска наших мечтаний он находится на уровне подсознания подсознание общается с космическим пространством с той частью невидимого мира который отвечает за нашу судьбу за наши возможности за то что нам придет в руки нам в руки дана возможность реализовать что то да нас же никто не лишает права участия в этом вопросе подготовки к этому вопросу заработку к этому вопросу ну понятное дело но то что мы называем удачей и возможностей лежит вне сферы нашей жизни поэтому когда мы об этом все время думаем мы все время отпускаем сигнал в космическое пространство с надеждой помогите сделайте возможным этот процесс я стараюсь вы говорите вот я же работаю я же рук не опускаю и так далее мне бы немножечко удачи все непременно будете услышаны проверено на практике кто делал карты желания писали мне что они работают и я несказанно счастлива потому что карта желания это всего-навсего ваш план к действию вы подумали вы создали и визуализировали как будто это уже существует вот что очень важно точно так же страшно когда вы думаете о предполагаемой болезни которой нет но создаете ее в вещественном варианте это дорогие мои друзья тоже ваша личная работа и работа вашей мысли и никто вам ничего не накаркал и никто вам ничего не предрек вы создали это собственными руками потому что существует зависимость между мечтой и ее визуализацией почему-то то чего боишься представляется гораздо более ярко сочно и соответственно имеет больше шансов к реализации поэтому с этими мыслями надеюсь вы будете бороться если надо если лезет всякая дурь в голову посмотрите кино напишите что-то на листочке порисуйте станцуйте спляшите пойдите в бассейн лишь бы только эту мысль из головы выгнать поверьте самое радикальное средство не надо лишнего выпускать в эфир а то ж ненарока может сбыться дорогие мои друзья все что мы говорим это очень важно и полезно для каждого человека визуализировать можно все на свете можно визуализировать недостающую любовь успешность все на свете это все можно отразить в вашей карте желаний рекомендую настаиваю на этом потому что в данном случае невероятным образом это все работает поверьте мне на слову некоторые не знают как визуализировать свое счастье боятся приклеить например влюбленную пару считая что они не приклеивают чужое счастье которое сфотографировано в журнале но помните пожалуйста что журнал это просто бумага влащенная бумага с красивыми картинками в вашем этот калаш становится от ваших мыслей там могут быть чьи угодно лица главное чтобы они излучали счастье влюбленные пары если вы не хотите видеть ничьего лица на своей картине например а мечтаете о любви просто напишите хочу любви или выражите какой-то лозунг из журнала где написано любовь это счастье вы достойны любви и так далее этого вполне достаточно потому что остальное сделают ваши мысли путешествие рождение ребенка да приобретение автомобиля все туда пожалуйста это не говорит что оно по мановению волшебной палочки случится потому что напоминаю нужны еще ваши потоки в этом смысле но вы уже отпустили в эфир свои пожелания как это делать это вообще создание коллажа это что-то на уровне медитации вы физически пальчиками конечно там клеите все создаете но мысли ваши работают это ясно и понятно вы это видите как уже свершившийся факт это тоже очень важно желательно чтобы те кто насмехается или тот кто не видит в этом никакого смысла не маячили по существу вопроса это ваша личная работа с собственным подсознанием а также с тем эгрегором который настроен на вас лично готов от вас услышать все что вы желаете при вашем конечно усердии поэтому это работа с родни медитации вот и найдите это время найдите эту возможность и попробуйте представить себе свой идеальный счастливый мир который давно вы заслуживаете по каким-то причинам он вдруг не создался миру конечно надо знать своих желаниях соразмерять свою так сказать фантазии с тем что есть на самом деле потому что здравый смысл должен присутствовать но вы его создаете с таким эффектом как кино про себя я вижу себя успешным я вижу себя прекрасным я вижу себя отдохнувшим все слава богу вот у меня все свершилось все получилось и так далее во первых невероятное волшебство вокруг вас вы прям чувствуете как вас все ну как бы наполняется уверенностью свободой какой-то внутренней и прочее и представляете себя уже что рядом с вами человек которого сейчас нету да рядом с вами в вашей второй половинке а вы уже как будто видите ее вот она у вас же написано что вы достойны любви и вы себе представили это все попробуйте это сделать и никаких пожалуйста блоков что это чушь что это все вот не застилайте себе работу эту интересную вещами которые конечно же полезут вам в голову попробуйте очистить свое сознание и отпустить свои мечты туда в космическое пространство чтобы их услышали чтобы там не было других обременительных вещей которые не позволят сути вашего желания достучаться до возможностей и поверьте мне у вас все получится сколько уже можно говорить о картах но здесь был вопрос дорогие мои друзья о том что наши желания могут стать материальными если мы этого пожелаем и представим их как свершившийся факт тем самым мы запускаем и возможности космического свойства и собственный организм призываем к действиям по движению к этому моменту поверьте мне когда мы идем с двух сторон рано или поздно мы с этим желанием пересечемся и реализуем его вот так работает карта желаний самый легкий путь визуализации всего того чего вы хотите рекомендую настаиваю напоминаю кто еще не сделал милости прошу начинайте красивых журналов сейчас море и представьте что все это принадлежит вам поверьте мне жить на цвете станет веселее с вами была Елена